Год назад 16-летний подросток зарегистрировался в одной из социальных сетей. Создал страничку с вымышленным именем Ислан Бериев. Стал размещать там нелицеприятные комментарии и фотографии. Для усиления провокационного эффекта псевдокавказец в жертву выбрал наиболее почитаемую и беззащитную социальную группу ветеранов Великой Отечественной войны. Просуществовала страничка недолго, чуть больше месяца. Потом ею заинтересовались правоохранительные органы. Цепочка следов вывела на 16-летнего лазаревского подростка. Спец парня спала сразу. Он во всем сознался. В суде государственный обвинитель был непреклонен. Юношу можно исправить только с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Совершеннолетний май Михаил Юрьевич отменяется в совершении действий, направленных на возбуждение дневности либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, равны принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных с использованием средств массовой информации, то есть совершение преступления, предусмотренных в части 1 статьи 282 ГК РФ. Таким образом, прошу и назначить ему наказание в виде 160 часов обязательных работ. Защита просила смягчения наказания, полагая, что исправление подростка возможно и без уголовной ответственности. Отец юноши рассказал, что сын всегда с почтением и уважением относился к дедам и прадедам, которые проливали кровь за отчизну. Не было у него ни высказаний, ни мыслей таких насчет ветеранов, чтобы оскорбить. Это нонсенс. И сейчас у него нету этих мыслей даже. Он всегда к ним относится хорошо. Ну, дитё есть, дитё ещё. Прошу суд снисхождения, прошу понять, как-то ребёнок раскаялся. Подросток в последнем слове заявил, что, возможно, в его действиях и было что-то незаконное. Однако цели разжечь межнациональную рознь, а тем более унизить достоинства ветеранов, он перед собой не ставил. Хочу сказать то, что я раскаиваюсь, понял то, что сделал. Как бы даже не имел умысла такого кого-то оскорбить. Я прошу прощения. Такого больше никогда не повторится. Несмотря на искреннее раскаяние парня, суд вынес свой вердикт. Суд приговорил признать Мамай Михаила Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить его наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов в местах, определяемых органом местного самоуправления, по согласованию с органом, исполняющим наказание, посильных для несовершеннолетнего в свободное от учёбы время. Этот случай вызвал в районе серьёзный общественный резонанс. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Григорьевич Вакслегер от того, что пишут в интернете современные детки, мягко говоря, в шоке. Ему уже за 80, но он до сих пор ведёт активную общественную и воспитательную работу с подрастающим поколением, проводит уроки мужества в учебных заведениях района, устраивает военные выставки. Всё, говорит он, ради того, чтобы молодёжь знала своих героев. Они в какой-то мере защищали и защитили нашу Родину. А их теперь, значит, начинают клевать, что вот вы, вам льготы, вы хапаете там, или ещё что-то такое, обидные слова всякие. Ну, я уже не говорю там, чтобы матерные слова, но можно быть, без мата можно очень хорошо обидеть. И я, например, всегда стараюсь заткнуть рот такому сорванцу, который ничего не видел, ничего не знает. Ровесники парня тоже искренне недоумевают, как можно было оскорблять героев. Воспитанники 76-го профучилища выражают благодарность ветеранам не только словами. Ребята регулярно ухаживают за памятниками военной истории, наводят порядок, приносят цветы. Когда убирали памятники, я думаю, каждый чувствовал гордость какую-нибудь, потому что ветеранов мы все уважаем и так далее. Мы, наверное, последнее поколение, кто их видит. И не принять в таком мероприятии участие, мне кажется, это не то, что недостойно уважения, а это плохо. Надо чтить и помнить память о ветеранах и так далее. Те, которые люди просто в интернете пишут всякую чушь по этому поводу, не уважают ветеранов и так далее, они, мне кажется, сами просто недостойны уважения. Это очень удивительно, что такие люди так существуют. Они не понимают, наверное, что они делают. Может, тоже вот их прадедушки, прабабушки тоже были ветераны, но они не знали, может, об этом. Поэтому так о них пишут всякие пакости. Учащиеся школ района участвуют в таких субботниках ежемесячно. Скоро к ним присоединится и несовершеннолетний подросток. Возможно, этого времени 150 часов хватит, чтобы очистить не только улицы, но и свой разум от мусора. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.